давайте поговорим на такую тему за что выгоняют из американских школ за что ребенка могут могут выгнать из школы то что мы понимаем что там есть там границы баловства есть там хулиганство есть откровенно там а социально девиантное поведение как бы мы каждый может привести там тысячу примеров но такие вот самые самые там фатальные ошибки фейлы которые вот ну как думаешь стоит опасаться русским родителям или предупреждать детей чтобы они так не делали ну вот у нас когда когда мы рассматриваем правила американской школы ребенок поступил мне и тебе присылается целый свод правил которые ты подписываешь 50 60 листов анкеты и правил с одной стороны это очень прекрасная вещь почему например листов 5 уйдет на вопросы типа тебе нравится спать со светом или без ты любишь такое-то или такое-то еду все они очень подробно спрашивают чтобы попытаться сделать твое пребывание потом комфортным они пытаются обеспечить тебе то что ты привык дома сделать да и вот эти вопросы мне кажется они кажутся нам смешными до вначале а на самом деле это очень внимательно отношение к личности даже если это личность еще ребенок развивающийся о привычках и от то есть атмосфере которая позволит тебе реализоваться в полной мере дальше идут правила и сначала конечно небольшие такие вещи например если ты списываешь один раз что запрещено мы все это знаем это очень жестко наказывается тебя накажут тем что ты пойдешь пересдавать экзамен и например пойдешь на какой-нибудь там детский сад проведешь там три часа играя с детьми как общественная работа до бегая с ними и показывая как как ты готов потратить свое время для того чтобы доставить кому-то или удовольствие до веселье принести или научить чему-то то списывание это такая вещь с первого раза не сильно наказуемая да но со второго раза могут отчислить то есть вроде бы для российской привычка это привычка чего такого господи и вообще ну такая прямо мелочь не рассказал да и припну привычно до сих пор привычно может быть изменится перспективе но сейчас я понимаю что это это норма суши но я думаю что более чем достаточно поэтому вопросу спасибо до встречи